Читинцы отражают атаки земляков, самовольно устанавливающих гаражи и торговые точки на прилегающих к жилым домам территории. На защиту детской площадки встали жильцы многоквартирного дома номер 58 в микрорайоне Северный. Елена Комогорцева вникла в суть конфликта. В народе за домом номер 58 прочно укрепилось название «Китайская стена». Более двухсот семей, ни один десяток лет соседи, ни одно поколение детей выросло вот в этом дворе. Тут и с любовью посажены тенистые палисадники, и благоустроенная площадка для самых маленьких, и спортивная арена для подростков. Дом похож на большой муравейник с кипучей жизнью. Свою нишу в ней усмотрели и предприниматели. Вокруг дома, как грибы после дождя, растут и множатся торговые павильоны. Но места для всех среди плотных построек не хватает. Вот и двинулся бизнес на детскую площадку. Вот этот, еще не открывшийся павильон, стал яблоком раздора между активистами дома номер 58 в микрорайоне Северном и предпринимателем. Жильцы считают, что установка торговой точки – захват территории детской площадки и ждут вмешательства городских властей в конфликт. Сами жильцы найти противника не могут. Действовал он под покровом ночи и на месте событий не появляется. И ночью вот водворили этот магазинчик на эту площадку. Я считаю, здесь он никак не должен стоять. Здесь дети играют, волейбол, вот сетка натянута, играют дети. И никаким образом он тут не должен стоять. Его надо убрать. Общественница Любовь Семеновна Аблязова обратилась к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, а для верности делала в прокуратуру и другие контролирующие органы. Ответ пришел из инспекции Государственного строительного надзора Забайкальского края. Цитата. В полномочия инспекции не входит рассмотрение вопросов, связанных с размещением торговых точек. Перед жителями встал вопрос, где же найти управу на захватчика. Роль третейского судьи взяли на себя специалисты городского управления потребительского рынка. Это придомовая территория. По действующим санитарным нормам размещение таких объектов на придомовой территории запрещено. Предпринимателя мы встретились, дал он гарантийное обязательство, до конца недели этого объекта не будет. Жильцы дома номер 58 довольны решением и тем, что овощной киоск не нарушил привычный дворовый пейзаж. Как нам сообщили в мэрии, самозахват земель под торговые точки, случаи в Чите нечастые. Бедствием стала несанкционированная установка во дворах металлических гаражей. Победить захватчиков можно только всем миром. И неравнодушие жителей микрорайона Северный – пример такой результативной борьбы. Елена Комогурцева, Виталий Квашнин, Вести Чита. Продолжение следует...